Так говорит Господь, берегите души свои и не носите нож в день субботний и не вносите их воротами иерусалимским. Вот слово ноша, здесь употреблено еврейское слово масса, то есть масса мы говорили, а это масса. Видите, да, мэм, сын, альф, там где говорится ноша в этом стихе, ноша, это масса, имеет несколько смыслов, ношение, ноша, бремя, тяжесть, груз. Какое русское однокоренное слово? Масса, да, масса тела, это тоже груз, да, хорошо. А также слово возвещения пророчества. Очень интересно. Помните, когда говорят, что спрашивают пророка, какое еще бремя будет, какое там еще бремя будет от Господа? Видите, это бремя, там употреблено слово не тяжесть кого, да, а именно бремя, масса, или масса, не путать с масса, да, масса или масса. Это именно тяжесть груз, а также возвещение пророчества. То есть у пророка спрашивают, ну что ты нам еще на пророчествуешь, какой там тяжесть еще на нашу душу, да? И сказано, чтобы это слово в отношении пророчества не употреблять, да? Хорошо. А вот есть люди часто тоже друг друга загружают, такое есть выражение, да? Вот, да, загружают проблемами. Это ни в коем случае нельзя делать вообще, но в субботу так тем более. И если такие пророки, которые тоже загружают народ проблемами, или даже местные такие наши пророки, поднимутся цены, начнутся гонения, лето будет жарким, а зима холодным, или наоборот, лето будет холодным, а зима будет жарким, да? Вот, то в субботу вы эту информацию не должны принимать, да? Чтобы вас не грузили. Вот, есть по-немецки приветствую тебя, груздих. Я говорю, отзыв, не грузите меня, пожалуйста, да? Груз, два с, груздих. Приветствую тебя. А по-явлейски шалом будет, да? Потому что вот некоторые говорят приветствую, как будто это какой-то пароль. Приветствую, я просто, значит, тебя заметил, да? Приветствую, привет, это, я тебе передаю, привет, шалом. Именно шалом, да? Хорошо. Видите, и есть самые страшные, самые отвратительные пороки, из-за которых был Ваилонский плен. И среди них также несоблюдение субботы, а также неправильная торговля, взятки и так далее. Вот, что пишет пророк Иезекииль, 22 глава, с 7 по 12 стих. У тебя отца и мать злословят. Видите, это смертельно подвергается такой наказанию. Пришельцу делают обиду. Среди тебя сироту и вдову притесняют. И предаву притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь. И на горах едят у тебя и доложертвенные, и среди тебя производят гнусности. На готу отца открывает тебя. Жену во время очистения нечистот ее насилует. Это тоже очень страшно, это серьезно. И это заповедь не совершать во время менструального цикла. Мы просто уже не будем, не успеем, наверное, говорить о законах чистоты, нечистоты. Может быть, мы отдельно как-то этому посвятим. Очень важные законы. Потому что у нас все ограничено во времени. И это тоже настолько же серьезно, потому что это даже и вредно для здоровья. Но, кроме того, это мерзость перед Господом. Настолько же, насколько и другие прелюбодеяния и другие сексуальные грехи. Жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Иной делает мерзость с женой ближнего твоего. Иной оскверяет снаху свою. Иной насилует сестру свою, дочь отца своего. «Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корость у ближнего твоего. А меня забыл, — говорит Господь». И дальше пророк делает вывод из всего. «И рассею я тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя. И сделаешь сам себя презренным перед глазами народов, и узнаешь, что я Господь». Значит, первый отрывок из Икея, 22 глава. 7 по 12 стих, второй отрывок, 15 и 16 стих той же главы. Видите, насколько серьезные вещи. Итак, по бизнесу мы говорили, правило первое, что десятина, и что ничего, что мы имеем, оно не принадлежит нам. Мы это имеем в пользование. Второе правило, что десятина, и благословение, и принцип партнерства с Богом. Третье правило, мы говорили о благотворительности. И благотворительность — это не просто пожелание Бога, это обязательное условие нашего просветания. Четвертое мы говорили о субботе. И пятый принцип — важность в бизнесе. Важная честность в бизнесе. Честность в бизнесе. Важное правило тоже — честность в бизнесе. Если кто честен в делах, и люди уважают его, считается, что он исполнил всю тору. Это Мехипта трактат, ВАЭСА, первый том. Пиркей Авод, получение отцов, 2.17. Пусть имущество ваших собратьев будет вам так же дорого, как собственное. Мишна, Бава Батра, помните, которые Бава, они относятся к Мишпатим, то есть к законам бизнеса, законам юридическим, законам уголовным и так далее. И Мишна Бава Батра, пятая дробь 10, говорит, торговец должен чистить свои меры два раза в неделю, гири раз в неделю, а весы после каждого взвешивания. Ну, что такое меры? Меры сыпучих тел, туда какая-то грязь забивается и так далее. Становится меньше. Значит, какую-то выгоду получает торговец. Он должен чистить это. Значит, гири раз в неделю, потому что на гири тоже налипает грязь. А весы, то есть поддон весов после каждого взвешивания. Следующее. Торговец не может сочетать продукты разного качества в одном сосуде. То есть нельзя оставлять наверху самые красивые ягоды, если внизу мельче и хуже. Часто так продают картошку. Знаете, вверху крупная, в ведро покупаешь картошки, внизу мелкая. Или моя жена покупает творог, с края берет, он вкусный, оказывается в середине кислый. Или, допустим, рыбу берут, какую-нибудь там мелкую киньку-тюльку, смешивают вчерашнюю и сегодняшнюю. Сегодняшняя получается сверху, люди попробовали, а внизу вчерашняя. Так ни в коем случае нельзя делать. И не должен продавать таким образом его другому лавочнику. Даже рассказал правду, чтобы тот не обманул своих покупателей. Скупка краденого является очень большим грехом. О людях, считающих себя честным, но покупающих краденое. Равины рассказывают притчу. Один правитель казнил скупчиков краденого, а воров отпустил. Все его критиковали за нерациональное поведение. Но что он сделал? Он объявил. Все на площадь. Потом он привез мышей, поставил перед ними еду. Мыши взяли еду и унесли в норки. На следующий день он опять приказал. Все на площадь. На этот раз мышам все норки были закрыты. И мыши бегали по площади, не найдя еду закупоренной, оставили ее там. Так мыши показали, что без скупчика украденного нет и воров. Самый лучший способ бороться с ворами, с махинацией, с взяточничеством. Не запрещать это, а создавать такие условия, когда это просто становится невыгодным. Правда? Хорошо. Современник Абая обвинил ее однажды в нечаянном преувеличении, при уменьшении роли вора. Но если бы не мышь, то как бы нора заполнилась краденым? Так говорит Талмуд Вавилонский. Трактат Гетин. И в Талмудическом споре Расби Йосиф сказал так. Ворует не мышь, а нора. Дальше. Если ты крадешь у вора, это хорошо? Ну, экспроприация экспроприаторов. Да? Как это, занимались все. Экспроприаторами был товарищ Сталин Йосиф Виссарионович, а также Пилсудский, который основал польское государство. Да, Робин Гуд. Еще другие друзья, да? Вот, конечно. И это тоже таким же грехом является. Что говорит Талмуд. Если крадешь даже у вора, то ты все равно вор. Вавилонский Талмуд, барахот 56. Худшая форма воровства. Хуже крась у многих, чем у одного. Ибо крадя у одного, можно успокоить его, вернув украденные. А крадя у многих нельзя. Потому что ты не знаешь, у кого украл. Тосефта Бавакама 10 дробь 14. Хорошо. Украдены есть общественная собственность и есть частная собственность, да? Ну, говорят, что украсть общественную собственность, это вроде не такой мелкий грех, как украсть частную собственность. Ну, мы все привыкли. Все вокруг колхозное, все вокруг мое, да? Боеверита, что плохо лежит. И так далее. Украшим общественную собственность и раскаившимся, советуют вернуть краденое тем из жертв, кого они знают. А остаток отдать на общественные нужды. Так говорит Тосефта Бавамеция 8.26. Помните, что первым сделал такой вот маленький был человек, который покаялся, когда Ешева пришел к нему? Да, закай. Закай. Он что, часть денег, да? Он сказал, вернув всем, кого я обидел, кого он помнил. А если я не помню, то что? Раздам нищих. Потому что есть такой случай, что ты не помнишь, у кого ты украл. Но ты все равно не имеешь права пользоваться этими деньгами, да? В таком случае ты должен дать эти деньги на нужные общины или тем, кто нуждается в этом. У кого лучше украсть? У еврея или у нееврея? Ну, понятно. Помните, я говорил, кого лучше бить, сильного или слабого? Сильного. Правильно, лучше бить сильного. Сильный тебе накостыляет. Если ты побьешь слабого, то тебе накостыляет Господь, да? Вот так и здесь такой же принцип. Украсть у нееврея хуже, чем украсть у еврея. Потому что это осквернение имени Божьего. Да? Потому что если ты крадешь у нееврея, еврей скажет, какой же это Божий народ. Хорошо. Дальше. Если один украдет у другого доски и сделает утварь, или украдет шерсть и сделает одежду, то он вернуть должен стоимость досок и шерсти в момент кражи. Если кто украдет тельную корову, а она потом родит, пока находится у вора, или суягную овцу, а она потом объегнится, то должен вернуть стоимость коровы или овцы, которые вот-вот должны привезти приплод. А корова и овца что? Останется у него. Помните, Матроскин был такой, очень в такой подворе товарищ жил, правильно рассуждал. Говорит, я корову брал, да, и должен берусь корову, а не корову и теленка. Потому что, говорит, холодильник я беру, да, а холод, это мой, да, значит. Вот так. Если он украл корову, ее покрыл бык, и она отелилась, или он украл овцу, она стала суягную невой, родила ягненка, должен вернуть стоимость животного в момент кражи. То есть, общее правило такое, Мишта Бавакама устанавливает. Вор должен вернуть стоимость краденого на момент кражи. То есть, если ты к чему-то улучшил это украденное, да, допустим, ты украл машину и отремонтировал ее. Да, то ты должен опять ее разбить и отдать владельцу. Шутка. То ты должен отдать владельцу стоимость машины в то время, когда ты его украл, да. Не надо лишнего. Видите, Бог даже защищает вора. Но вор должен еще там пятую часть имущества, помните, добавить, да? Это другое дело. Если вор украл фрукты, и они сгнили, и вино, а оно скисло, он должен вернуть их стоимость на момент кражи. А не те сгнившие или скисшие овощи. Если в случае возвращения стоимости товара, кто-то говорит двум людям, я украл у одного из вас, или у отца одного из вас, они уже умерли, и не знаю у кого. И если вор хочет исполнить свой долг перед невесами, он должен заплатить каждому всю украденную сумму. То есть заплатить вдвойне. Однако по закону он обязан вернуть каждому лишь половину украденной суммы, ведь ни один из них не говорил о краже. И вор сам рассказал о ней. То есть есть, что он должен, но есть, что он лучше сделать, да. Я украл у двух человек, да. Вот спал я, допустим, где-то в каком-то месте, как спал Атос, а потом прожил у ребенка. Помните эту историю 20 лет спустя? Да, это был дом пастора, а пастор в это время гулял. Не гулял, а пошел исповедовать больного. А потом этого ребенка притащили пастору и кинули. Это, говорит, твой ребенок, да. Помните эту историю? Да, ну вот так вот. Если, допустим, я с кем-то был и украл вещь, и я не знаю, там было два человека, кому принадлежала эта вещь, да. Но я хочу ее вернуть. Я должен сказать обоим. Я украл и не знаю, кому это принадлежало. И в таком случае желательно вернуть каждому стоимость. Если по закону, то делится наполовину. Потому что вор все-таки как? Так, прислался сам, да? Хорошо. Это законы о воровстве и утерянных вещах, которые находятся в Мишне-Балакама. Так, теперь этика бизнеса. Запрещено продавать оружие войны идолопоклонникам. Часто игрея являются торговцами оружия. Да, запрещено продавать оружие. А если для защиты Израиля? Можно, да? Хорошо. Я все-таки хочу как-нибудь показать фильм «Ланский». Очень интересный человек. Он был глава мафии еврейской. Вот. И его не пустили в Израиль. Кстати, я не знал. Думал, он сидел. Оказывается, ни один раз не было даже повода призвать его к суду. К судебной ответственности. Хотя он был, конечно, и убивал, и так далее. И он сделал много для Израиля. Потому что он целые пароходы воровал с оружием и отцеплял в Израиль. Но потом его в Израиль не пустили в 56-м, по-моему, году. Вот. Сказали, что у него криминальное прошлое. Он насчастливо обиделся. Уехал в Аргентину. Вот это история. Да, история его жены. У него первая жена была. У него, видите, тоже его Бог наказал. Родился ребенок неполноценный. Вот. От второй жены был уже нормальный ребенок. В общем, интересная история его жизни. Можно будет посмотреть. Итак, запрещено продавать оружие войны идолопоклонникам. Нельзя не точить их в лезвие, не продавать им ножи, наручники, цепи, медведей, львов. Все, что может быть опасным для общины. Ну, почему медведи и львов использовали в цирках, да? И там евреев и христиан травили этими животными. Можно продавать им щиты, так как они нуждаются только для защиты. Мишни Тора – законы об убийстве и сохранении жизни. Авада Зара – трактат 15-б. Раби Давид Блех цитировал это правило в открытом письме Исааку Гольдштейну, хозяину оружейного магазина в Далласе. Дед Джон Хинкли купил ружье, которым пытался убить президента Рейгана в 1981 году. В письме Рабин убеждал его прекратить продавать оружие. Дальше. Даже слова обычного человека могут считаться мошенничеством. Нельзя спрашивать у продавца, сколько это стоит, не забираясь покупать. То есть, если ты конкретно, да? А если ты просто для общего любопытства ходишь и делаешь вид, что ты такой умный и богатый человек, и везде спрашиваешь, сколько это стоит, а потом начинаешь ругать и делать вид, что она тебе вещь не нужна. А у тебя и денег нету, чтобы купить ее. Это неправильно. Можно сравнивать цены в разных магазинах, если вы действительно намерены купить товар. Но обнадеживать продавца, это значит красть его время только из любопытства. Или чтобы удостовериться, что вы не переплатили в другом месте. И это запрещено. Почему честным людям надо быть осторожным в нашем нечестном мире? Вот, говорит, говорится, Иова, 24 глава, 16 стих. Ночью роет подкоп к домам, а днем запирается, свет им неведом. Объясняет Рава. Рава – это один из Равинов. Его просто имя такое Рава. Этот пассаж, то есть этот отрывок, учит, что когда садомиты видели богатого человека, они давали на хранение ему ценное ароматическое масло. Богач ставил масло туда же, где хранил свои ценности. Ночью они забираются в его дом по запаху и находили масло. И забирали все. И Рави Иосиф рассказал это объяснение в Сифории на севере Израиля. И этой же ночью, после его лекции, в городе случилось 300 таких ограблений. Горожане разгневались. Ты научил воров новые хитрости. А он ответил, откуда я знал, что воры придут на мои лекции? Это написал Виловский Толбуд, Санхидрин 109А. Вот так Рави научил воровать. Хорошо. Абсолютная честность. Когда цитируешь, надо указывать автора фразы. И кто указывает имя автора фразы, произнося ее, приближает избавление мира. То есть человек, использующий чешую фразу без ссылки, является вором. Потому что он отбирает часть уважения, которую заслужил автор. Еще Всевышний ненавидит, когда у человека одно на устах, а другое на сердце. Вавилонский Толбуд. Песахим 113Б. Раби Мейер говорил, человек не должен уговаривать друзей отобедать с ним, если он знает, что они не согласятся. Не стоит предлагать дорогу, если известно, что они их не примут. Вавилонский Толмуд. Хулпин. 94А. То есть некоторые говорят, ну ты приходи, приходи, ты приходи. Он знает, что к нему не придут. Но чтобы показать себя таким гостеприимным, да, он приглашает. Это неправильно. Мы уже говорили, да, о работнике и нанимателе. В особенности это касается тех работников, которых мы говорили, да, которые на паденном труде. И никто не знает, завтра будет у него работа или нет. Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих, и в тот же день отдай плату. Чтобы не зашло солнце, прежде того, ибо он беден, и ждет его душа его. Чтобы он не возобил на тебя, Господу, и не было на тебя греха. Второе законе 24, дробь 14, 15. Это закон касается паденных работников, домработниц, помощников и людей, делающих похожую работу. Потому что этим людям плата нужна немедленно, и любая задержка оплаты является грехом. Если платят еженедельно или ежемесячно, еврейское право обязывает платить им не позже исхода последнего дня недели или месяца, если заниматель не договорился иначе. Своей автобиографией Лев Троцкий сказал, что единственным хорошим качеством его отца был атеизм, и он не считал себя связанным никаким библейским законом. Троцкий вспоминает, как отец заставил бедную крестьянку дважды приходить к нему пешком за 10 километров, чтобы забрать плату в один рубль, который он должен был ей. Вот. Представляете? И он ставил это в пример. Не говори ближнему, пойди и приди опять, а завтра я дам, если имеешь при себе. Мишлей Придж 3.28 То есть, если ты имеешь дать сегодня, да, то ты должен сделать это сегодня. Тадхума Мишпатин 10. Говорит. Ибо он беден, и душа его просит ее. Это как случай человека, купившего связку овса. Он повесил ее через плечо, повел за собой своего осла, используя овес как постоянную приманку. Придя домой, он подвесил овес так высоко, что осел не мог его достать. Люди сказали, ты жестокий человек, животное работало весь день ради этого овса, а теперь ты отказываешься его накормить. Так же и нанятый рабочий. Он работал весь день по телеца своего мечтая о платье, а ты отправляешь его с пустыми руками. Хорошо. Только ли бизнесмен и начальник имеют обязанности перед подчиненной, или подчиненные тоже имеют обязанности. Это обязанности теперь будут подчиненных перед нанимателями. Нельзя пахать на своем быке ночью и отдавать его в аренду днем, или самому работать на себя ночью, а наниматься к хозяину днем. Нельзя паститься или предаваться аскезе, так как из-за слабости ты сделаешь для своего хозяина меньшей работы. Ты взял хозяина на время быка, да? И ты себе работаешь на этом быке и на хозяина работаешь, да? Если этот бык предназначен для работы на хозяина, то вы что должны делать? Только для хозяина. Это касается инструмента рабочего, компьютера и так далее, да? Хорошо. Или если человек пастится, то тоже нельзя паститься в это время, если хозяин не знает. Потому что ты будешь делать для хозяина меньшей работы. Дальше. Раби Ханан прочел это место и обнаружил, что школьный учитель истощен. Он спросил о причине. Ему сказали, учитель пастится. Раби сказал учителю, так тебе запрещено так себя вести. Это палестинский талмуд. Тратат Демаи. Демаи почти как я. Демаи. 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 В принципе, еврейское законодательство признает право работника покинуть работу когда угодно, даже посреди дня. Но есть ограничения. Когда этот принцип, что работник может уйти в любое время, применим. Только если убытки не будут непоправимы. Если убытки непоправимы, ну например, нужно вытащить пряжу из пруда после пропитки или доставить что-то на свадьбу или похороны, тогда неподъемный, неконтрактный работник не может уйти, кроме несчастных случаев или смерти близких родственников. Я начал работу и не довел ее до конца. Но если я на стройке там положил 10 кирпичей и говорю, хватит с меня. Я могу уйти? Могу уйти. А если я сталевар и у меня там сталь кипит? Да, вы сами понимаете. То есть, есть такой процесс, который обязательно должен быть завершен. И только тогда после него можно уйти. За исключением двух случаев. Смерти близких родственников или несчастного случая. Если работник уходит, а хозяин вынужден заплатить больше тем, кто его заменит, то он может вычесть дополнительную сумму из платы работника. Если же он может занять нового работника за ту же сумму, тогда это не взимается. Так, еще мы говорили, есть тратить на себя, на жену и на детей. Есть другой принцип. Тратьте на еду сколько можете, на одежду меньше, чем можете, а на дом больше, чем можете. Это совет о капитальных вложениях. Так как еда и одежда уходят, а дом остается. То есть, если у тебя есть возможность потратить эти деньги на одежду или отремонтировать дом, что ты должен в первую очередь сделать? Отремонтировать дом. Да, потому что одежду ты сносишь, а дом у тебя будет еще служить какое-то длительное время. Хорошо. Человек вышел на гимн из сутрубы матери своей и уйдет из мира таким же. Кагелет. Это экклезиаст, да? 5.14. Раввины комментирует это так. Жизнь человека можно сравнить с лисой, нашедшей виноградик, окруженный забором. В заборе была дырка, через которую лиса хотела забраться внутрь. Она была слишком узкой. Что сделала лиса? Пастила с 3 дня, пока не похудела и не пролезла в дырку. Но когда она поела винограда, она смогла выйти. И лиса опять не могла пролезть через дырку. И чтобы вылезти из виноградника, ей пришлось снова паститься 3 дня, чтобы выбраться наружу. Имела она какой-то выгоду? От этого на выгоду. Никакую, да? Только 2 раза пришлось паститься. Один раз виноград поела, а 2 раза 3 дня пришлось есть паститься. Тогда повернулась к винограднику и сказал, виноградник, виноградник, как хороши плоды твои. Но то все, что внутри тебя прекрасно, достойно похвалы. Но что мне с тебя? Из тебя выходит такими же, как ходит. Такой и этот мир. Это комментарий Кагалет. Кагалет Раба 5.14. Кто богат? Кто богат? Тот, кто счастлив тем, что имеет. Перкей Авод 4.1. В Новом Завете это есть? Да. Богат тот, кто счастлив. Понимаете, денег всегда человеку будет не хватать. Не тот богат, кто имеет много денег. Чем больше денег, тем больше расходов. И получается, что ты чем больше имеешь, вроде бы, другие тебе завидуют, но тебе с этого мало толку. Учителя спросили, кто, как ты думаешь, более велик, богач или мудрец? Мудрец, ответил Рабе. Но почему тогда мы чаще видим мудрых у дверей богачей, чем богатых у дверей мудрецов? Учитель ответил, ибо мудрый понимает ценность богатства, а богатый не понимает ценность мудрости. Когда учителю сказали, что некий человек приобрел большое богатство, он спросил, а приобрел ли он дни, в которые он может им воспользоваться? В Новом Завете есть такая притча о богатом человеке, да? Вот практически к чем это применяется? Есть люди, которые стараются много работать для того, чтобы выйти на пенсию. Слышали таких случаев? Я сам видел таких людей, они мне попадались. Вот, и, кстати, вот пенсионный возраст, мы тоже об этом учили, да, как человек выходит на пенсию, самый опасный возраст. И часто именно в этот момент человек умирает и случаются с ним несчастные случаи. Если он переживет как-то этот возраст, он уже адаптируется и лучше становится. То есть есть люди, которые работали тяжело, надорвали свое здоровье, чтобы получать большую пенсию. Ну, в нашем государстве оказалось, что и те, и другие получают пенсию одинаковую, да, и не было смысла это делать. Но даже были такие случаи, когда люди работали на шахте, или люди работали в тяжелых условиях, в сырости, у них пальцы скручивали, руки скручивали. И вместо того, чтобы наслаждаться доброй старостью, они становились инвалидами, правда? Вот, поэтому нельзя быть жадными. Нельзя быть жадными. Надо думать о будущем, но не стараться жертвовать ради этого здоровьем или чем-либо. Многие мужчины копят богатство для будущих мужей своих жен. Так сказал Ибн Гвероль. Это испанский, еврейский мудрец. Богатства, конечно, нужны, но лишь в определенных пределах. Ибо, говорит идишская пословица, у савана нет карманов. Как давать подарки? Если вы дарите друг другу подарок, то скажите об этом. То есть, не делайте это анонимно. Аравины считали, что необходимо знать, кто любит тебя. Храните свои ценности порзень. Не кладите все деньги в одно место. Это тоже еврейская мудрость. Берешит Раба, 76.2. Пример, это комментарий. Помните, что сделал Яков, когда ему угрожала армия Исава. Он разделил свои деньги, своих скот и так далее, детей на два лагеря. Итак, запрещено обманывать при покупке, продаже, аренде, подряде, обмене денег. Я вывод делаю. Запрещено перед продажей приукрашивать предметы. Например, красить старую вещь с целью придать ей вид новый. Запрещено арендовать или покупать для себя то, что ему поручили, арендовать или купить для другого человека. Крайне отрицательный иудаизм относится к тем, кто в деловых отношениях не держит своего слова. Запрещено давать деньги ближнему своему в долг под проценты. Но здесь имеется в виду, если ближний нуждается в этих деньгах. Если вопрос в том, что ближний берет для расширения своего производства, или что купить на эти деньги товар и получить прибыль, то он обязан поделиться своей прибылью с тем, у кого он взял деньги. В таком случае процент разрешается давать. Давшего деньги в долг, запрещено также получать от должника любой подарок или услугу. Это тоже считается преступлением. Запрещено заранее платить за товар, который может подорожать, так как в этом случае продавец несет убыток. Если человек взял во временное пользование или аренду какое-либо имущество или скот, ему запрещено одалживать их или сдавать в аренду кому-то другому, без ведома хозяина. То есть, если вы взяли даже книжку у меня, вы не можете дать кому-то без моего ведома. Тем более, вы не можете дать какой-то инструмент пользования. То есть, то, чего вы можете получить прибыль. Или деньги вы заняли у меня для того, чтобы отдать соседу. Нельзя так. И вы знаете, нельзя поручаться еще за кого-то другого. Что значит поручаться? Вот этот человек взял деньги, но у него нету квартиры или что-то, чтобы он мог дать залог. А я говорю, ну я поручаюсь за этого человека. Он не возвращает деньги, да? А ты вынужден вернуть свои деньги. Это не то, что не рекомендуется, а конкретно запрещено. И мы знаем этот запрет. Взятую на хранение вещь запрещено передавать на хранение другим людям. Даже если эти люди более достойны, чем сохранить эти вещи. Вернуть хозяину потерянную вещь – заповедь. Спасение имущества ближнего твоего также есть в выполнении этой заповеди. Помните, мы говорили, если вы уходите и в зале находите Библию или зонтик, или что-то, вы должны что, оставить это? Вы обязаны это взять, да? А потом на следующем собрании спросить, что это. Если хозяин какое-то длительное время не находится, да, вы можете пользоваться этой вещью. Но если объявляется хозяин, вы обязаны ее вернуть. Это не относится к тем вещам, которые могут быть испорчены. Если вы нашли курицу, то мы не должны ждать следующей недели, когда она протухнет. – А если на улице что-то находишь? – Ну, если это ничье, и действительно нет такого человека, который… Вы можете объявление дать, если это действительно ценная вещь, и это документы чьи-то. Пожалуйста. Ну, бывает, иногда что-то вы находите не сильно ценное, можете этим пользоваться. – А если это провокация? – Провокация. Будьте мудрыми. Будьте мудрыми. Если вещи есть сомнения, вот ответ на ваш вопрос. Потеряно или просто положено на время данное место, то запрещено ее касаться. Ну, допустим, вы идете где-то в универмах и находите там на столе, да, лежат сумки. Вы же понимаете, что это не потеряно? Да? Хорошо. Запрещено не доливать и не довешивать покупателей. Это преступление очень тяжелое. Потому что виновный не сможет полностью компенсировать всем обманутым населенный ущерб. Меру с уменьшенным объемом или весом запрещено даже иметь у себя в личном пользовании. Даже если она используется в качестве ночного горшка. А вдруг кто-то захочет этой мерой измерить. Запрещено вредить имуществу ближнего своего или делать что-либо, что может принести ему убыток. Запрещено также в своем владении делать то, что может повредить соседу. Например, выливать воду на землю, если рядом стена соседского дома, да? То есть, это в воде ваша территория. Что хочу, то и делаю. Но если это повредит вашему соседу, если вы там устраиваете, допустим, свалку нечистот, а у него в этом месте стоит беседка, в которой он обедает. Да? Это нельзя делать. Всякий, кто ударил ближнего своего или даже только поднявши руку на него, считается по закону злодеем. Малолетних сыновей бить разрешено, но только нужно делать это чем? Не рукой, не палкой, а розовой, да? Ну, розовой времени – это тоже такое мягкое средство. Запрещено выбрасывать осколки стекла туда, где они могут нанести ущерб. Запрещено производить шум любым способом, если у соседа болит голова. Также запрещено все делать, сделать то, что может нанести любой ущерб любым людям. Только евреям, но и не евреям. Запрещено избавляться от ущерба, если в результате этого действия будет нанесен ущерб ближнему. Запрещено заходить на чужое спаханное поле, так как этим находится вред земле. Если ближний попал в беду, человек обязан приложить все силы к тому, чтобы спасти его, даже если это требует значительных материальных затрат. Потому что не делающий этого, нарушая запрет Торы, не стой на крови ближнего своего. Запрещено пугать людей, как взрослых, так и детей, любым способом. Тора требует помочь попавшему в беду любым способом, даже если придется приложить огромные усилия или потерпеть убытки. Запрещено задерживать плату наемному работнику. Если работник нанес ущерб вещи, с которой работал, он обязан оплатить по закону ее стоимости. Но Тора требует отнестись к ближнему своему по-доброму и простить это. Помните? Есть закон, да? А есть дух закона. Если работник бедняк, и ему нечего есть, заповедь требует оплатить ему рабочее время. Даже помните, если он не работал весь день, да? И Шо об этом говорит. Хорошо. Что считается обманом? Любой предприниматель может установить для себя запретную зону, которая считается обманом. Но вот нужно задавать, какие себе честные вопросы. Хочу ли я утаить что-либо от покупателя? Например, скрытые дефекты. Верную ли я цену поставил? И соответствует лишь качество товара и его описание. Вот проиллюстрируем это конкретными примерами. Первый пример. Смешение товаров высокого и низкого качества. Правильно это? Нет. Продавцу, торгующего товарами разного качества, не следует их смешивать. То есть, кладь наверху высокосортный товар и выставляю его на показ. А там дальше низкосортную продукцию, чтобы не создать у покупателя впечатление, будто вся партия одинаково хороша. Нельзя продавать второсортные товары, как продаются первосортные. Запрещено поступать, даже если продавец готов продать второсортные товары по более низкой цене. Причем покупатель был бы рад заплатить предлагаемую цену, но он не знает, что этот товар второсортный. Пример такой. Вы знаете, чем занимаются некоторые магазины электроники? Когда делают платы до компьютеров, это делается таким образом. Ставятся все микросхемы, и ставятся потом в жировую печь. Олово расплавляется и эти микросхемы приплавляются. Это не появится сейчас в каждой отдельности. И вот такая партия товаров в сто вот таких плат. Выбросено, делаю проверку. Если какая-то плата оказывается некондиционной, что делает? Всю партию, там сто тысяч, не знаю сколько в эту печь помещается этих плат. Берут в электронном магазине электроники, я не буду создавать отрицательную рекламу, я знаю конкретно какой магазин так поступает. Вот. Потом я вам скажу. Значит, и они покупают всю бракованную партию, они не продают за ту цену, которую стоит нормальная продукция. Они продают за более дешевую цену. Но среди этих как тебе повезет. Ха-ха-ха-ха. Можешь взять так, можешь взять так. Я пошел, купил вентилятор за 20 гривен. Ну, лучше бы я его не покупал. Я пошел однажды, мы пошли с женой, и вот это случилось, кстати, между прочим, в субботу. И потом я сказал, что я в субботу не буду ничего покупать. Мы поехали с субботнего служения, я говорю, жарко, вот купим вентилятор. Ну, вроде нормально, да? Значит, смотрим, дешевые такие вентиляторы, 20 гривен, там 70 гривен стоял, сказали, точно этот вентилятор неисправен, даже не берите. Я взял один, проверил, он не работает. Взял второй вентилятор, проверили, там же, он работает. Принес я его домой, радостный, включил, через 15 минут он уже не работает. Я уже ленивый человек, послал свою жену. Побежала моя жена опять этот магазин, туда полчаса, обратно полчаса, это такая вот у нас суббота была. Поэтому я зарекаюсь, больше субботу ничего покупать не буду. Часто Бог показывает, не делай этого, да. Пошел, значит, я в этот магазин, да, то есть, жена моя пошла, да, еще раз поменяла, в общем, короче, третий уже вентилятор, оказывается, работает. Вот, что человек был, и хорошо, что это был тот же самый день. А если бы нет? Да, видите, как получается. У них работал, принес, пока донес у меня, что-то где-то там не контачит. Вроде бы нормально, пока донесли, пока потрясли немножко, все, уже не работает. То есть, они второсортный товар продают по более низкой цене, но я не знаю, что это второсортный товар, да? Они должны объяснить, это у нас бракованная продукция. Если у вас будет не так, мы вам заменим. Правильно? Должны так делать. А то продают второсортный, хотя и за низшую, более низкую цену, но продают, но продают вроде бы как хорошие. Дальше, дефекты в новых и поддержанных товарах. Механическое изделие, возвращенное покупателем из-за дефекта, нельзя продавать другому человеку, предварительно не сообщив ему об этом дефекте. Ну, например, электротовары или часы, которые имеют хотя бы незначительную неисправность. Дешевые товары, имеющие дефекты, нельзя продавать предварительно незнакомые покупатели с этими дефектами. Вы должны сказать, вот это у нас холодильник, он работает нормально, но вот посмотрите, вот здесь у нас имеется мятина небольшая, да? Хотите, мы вам продадим за более дешевую цену. Если согласен покупатель, все нормально, да? Но не надо там подрихтовать, замалевать, заклеить чем-нибудь, который потом отвалится, да? Тем более, нельзя продавать такой товар, который может быть испорчен быстро. Например, там где-то что-то припаяли, прижали проводок и опять продают. Если покупатель предлагает заплатить более высокую цену за товар, который не обладает соответствующей ценностью, то продавец обязан сообщить ему принятую цену за эту вещь. В некоторых местах одно стоит дешевле, в некоторых дороже, да? Я говорю, ну, вот там начинается, за сколько вы взяли этот товар? Ну, да, за 50. А я думаю, этот товар продавать за 40, да? То я что должен сказать? Знаете, я вообще-то этот товар продаю за 40. Вы согласны с этим, правда? Или недоплата. Если продавец знает о высокой цене товара, которую он предлагает на продажу, вот, но просит заниженную цену, то покупатель должен сообщить ему истинную рыночную цену товара. Что в случае, если продавец не додал сдачу? Я вам чисто практические примеры привожу, да? Слишком подробно? Или не слишком? Хорошо. Хорошо, давайте еще позанимаемся немножко, да. Хорошо, давайте делаем перерыв. Хорошо, и позанимаемся еще этим. Хорошо,